Очень близким и очень непростым Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу боец из Венесуэлы, город Лос-Текес Ему 21 год Рост 177 сантиметров, вес 60 килограммов, 250 граммов Профессиональный рекорд 16 боев 13 побед, 11 из них одержаны нокаутом Два поражения, одна ничья Эй Снейкер Кореа И его соперник в красный углу боец из Узбекистана, город Антижан Ему 26 лет Рост 179 сантиметров, вес 61 килограммов, 100 граммов Профессиональный рекорд 10 боев Во всех одержаны победой 7 из них нокаутом Неповещенный Рапшанбек Умурзак Реферий Роман Петров Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах Уложились, кстати говоря, в рамки легкого веса оба Причем Эснейкер Кореа с хорошим запасом Еще раз, 26 лет Рашанбеку, на 5 лет он старше соперника И, возвращаясь немножко назад, скажу, что был очень тяжелый бой с филиппинцем Арольденом Альдей У Рашанбеку, у Мурзакова очень близкий И поэтому сейчас нужно показать себя во всей красе Но соперник неудобный Соперник неудобный, бьющий Соперник, который может и порубиться, может и выстрелить И еще раз повторюсь, у Снейкера Кореа были победы над небитыми проспектами И смотрите, как Корейра начинает двигаться на ногах Так, с дистанции отстреливается И я не помню, чтобы у Рашанбека были настолько высокие соперники с такими длинными руками Да, метр 77, еще раз повторимся, рост у Минесуэльца И у него очень хороший рич, размах вот этот С другой стороны, у Кореа тоже не было таких ребят, как Шанбеку и Мурзак Но это проверка для обоих бойцов, без сомнения То, что у Кореа два поражения, я думаю, не стоит воспринимать, что это плохого уровня соперник Оба поражения были на выезде в Доминиканской республике В августе 2018 года проиграл проспекту Доминиканцу Джексону Мартинесу 63-му, кстати говоря, в мировом рейтинге в легком весе сейчас Смотрите, Снейкер начинает вкладываться, такие хлесткие удары он начинает выбрасывать Внимателен, сосредоточен на Равшанбеку Мурзаков Жестко подловил сейчас Кореа, он размашется, но и смотрите, бьет жестко, быстро Хлестко, хлестко очень начал этот поединок Кореа, так очень на высоких скоростях Еще раз, это настоящая проверка для Равшанбека И пусть не смущает вас то, что Кореа всего лишь 278-й в мировом рейтинге Собственно, Равшанбек, кстати, 28-й, то есть изначально, да, если по бумаге-то, может быть, даже где-то мисс-матч Смотрите, каких два удара пробивает Кореа по туловищу Но по факту, да, здесь никакого мисс-матча Нет, 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 мы видим в первом раунде все очень пока жестко и очень все опасно Тем более Кореа, ну, 21 год поражения уже есть, поэтому риск там какой-то там проиграть, ну, тем более на выезде Равшанбек у нас поражения не имеет, поэтому здесь, наверное, больше, как бы, давления от прессинга и ответственности для Равшанбека, нежели для Венесуэльца Пока чувствуется, что не может нащупать свою дистанцию Равшанбеку, Мурзаков ищет ее, но тяжело, так, с дистанцией отстреливается здесь Кореа Немножко сумбур от Венесуэльца, но я думаю, это именно осознанно все Ох, жестко попадает сейчас Кореа Хороший раунд для Венесуэльца, я считаю Абсолютно верно Хорошо себя показал Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, второй раунд Смейкер Кореа, Равшанбеку Мурзаков Первый раунд был таким очень хорошим для Венесуэльца И заметьте, очень тяжело было Равшанбеку подобраться на нужную для себя дистанцию Не подпускает туда Венесуэльца Ну, я скажу больше, он просто пока не подобрался Во-первых, с дистанцией хорошо очень стреляет он Отстреливается и двигается на ногах Очень сложно пока Равшанбеку ищет нужную для себя дистанцию Стоп, стоп, стоп И соответственно, фирменные удары по корпусу пока не получаются за Шанбеку О, попадает Ну-ну-ну-ну-ну А тут даже было, да Вот здесь надо подходить поближе Пошел-пошел на обострение здесь Равшанбеку Вот здесь надо работать Надо менять ситуацию Равшанбеку и Мурзакову И смотрите, какое рассечение У венесуэльца все-таки образовалось на правой брови Возможно, это столкновение головами, конечно Надо посмотреть повтор Идет на обострение Равшанбеку Ну, я думаю, сейчас Аснекер сделает выводы и будет постараться держать на джебе у Мурзакова Времени еще предостаточно Снова по туловищу бьет Равшанбеку Вот, пошли фирменные удары по корпусу Чем славится у Мурзаков, собственно говоря Стоп! Стоп! Сверхи! Бакс! Взял паузу Каре Ну и Равшанбек пока не может ее заполнить Бить надо, бить надо, кричит Равшанбеку Хорошо попадает И по корпусу Но вот во втором раунде же поинтереснее стал смотреться у Мурзака Намного, намного Ищет, ищет, ищет Равшанбеку И, кстати, и Равшанбек чаще стал оказываться на нужной для себя дистанции Перестал его встречать венесуэльц А стал он опасаться вот этих пропущенных ударов Это его немножко смутило Он стал бросать, хотя бросает быстро, хлестко, но уже очень так откровенно Ну, я думаю, Равшанбек тоже понял, с чего, какой опасности можно ожидать от венесуэльца Так, демонстративно низко держит руки Да, мы видим, очень сильно переживает тренер Набиджан Эсманов Тренер Равшанбека Мурзаков левша Целится слишком долго, слишком большие перед паузы Все-таки у Мурзаков это успевает тут подстроиться Равшанбек не работает серийно Он работает одно-двухударными комбинациями, но удары все тяжелые Поэтому он прицеливается так долго Он не бросает руки легко Вот опять подключил свою правую навстречу Эсмякер Корея Достает Конец Конец раунда Чуть-чуть поуже бы бить у Мурзакова поточнее Но во втором раунде получше Получше Представитель Узбекистана Однозначно ждем Третью трех минутку Вот есть рассечения и у представителя Исуэлы, и у Ольшанбека, и у Мурзакова Ну, это рассечение, полученное в результате непреднамеренного восстановления голова Посмотрите, там тут Пока В втором раунде Выглядел Получше Ольшанбек у Мурзаков А у нас третий из десяти запланированных Эсмейкер Корея против Ольшанбека у Мурзакова Венесуэла Контрас, Узбекистан Легкий вес Два больших для легкого веса парня Прямо скажем Высоких, да, больших Габаритных С хорошим размахом Вот так через переднюю руку пытается подойти к своему сопернику Равшанбеку Мурзаков Ищет он момент для точного попадания Но, кстати, хочу отметить... Хорошо попал сейчас Равшанбек И пошел в ответ Корея Хочу отметить, что Корея начинал свою карьеру на категорию выше Ох, как плотно И показалось, что Корея попал здесь по туловищу Начал держать соперника, по-моему, у Асмейка Корея Асмейкер опасает вот этой средней дистанции Он тут очень плотно клинчует И... Но, смотрите, практически перестало кровоточить рассечение у Корея Хорошо, катманы справились в углу у него Но стал, кстати, в третьем раунде чаще подбираться на удобную дистанцию И Мурзаков Нужно отметить Здесь хорошо защищался Равшанбек Ждет момента Так... Ух, чувствуется, что готовит Равшанбек, но не решается Ее так бросить, ждет момента Хороший эпизод был для Равшанбека Опять отличный удар, но там наклонялся Корея Ну, можно было бы под апперкотом поддеться Там шел вниз как раз Да Под апперкот Аснейкер Аснейкер Вот хорошо корпус Но, смотрите, пытается отвечать с дальней руки здесь Аснейкер Но, кстати, Равшанбек стал поднимать руки, да, и стал меньше вот этих ударов Прямых справа навстречу пропускать Вот этот высокий темп и то, что Равшанбек очень часто начал прорываться на среднюю дистанцию на руку узбекскому боксеру Однозначно Снова ходит Снова ходит Не первый раз Это туда, это туда Второй раунд, второй раунд у нас, мы видели сейчас секундантов венесуэльского боксера. Очень долго уговаривал, хорошо попадает у Мурзаков правым через руку. Уговаривал сейчас рефери буквально выйти из ринга, тянули они немножко время, возможно, давали возможность своему боксеру чуть-чуть больше прийти в себя. Отлично поджимает у Мурзаков. Да, да, и пошли джебы, пошли джебы у Шанбека. Стоп, стоп! И смотрите, откровенно здесь клинчует Карера и, возможно, скоро может у него появиться минус балл. Вторым номером работает Эснейкер, но перестал, кстати, перестал выбрасывать справа удар. Стоп, стоп! Стоп, стоп! Так, я думаю, сейчас будет минус балл. Минус балл. Абсолютно верно, Роман Петров снимает один балл за постоянное угрожание. Да, и может быть. И это может повлиять на исход боя, кстати, в какой-то степени. Причем очень существенно. Вот, кстати, напротив меня сидит Шавкат Рахинов, который прилетел из США и так переживает за своего одноклубника. Очень внимательно. Отлично. Дальней руки попадает здесь Равшанбек. Стоп, стоп! И опять откровенный клинч. Перестал, перестал выбрасывать вот эти удары справа. Ох, попал в туловище. Здесь Равшанбек пробил. Вот это его коротко. Перестал выбородким ударом так с дистанцией попал. И времени еще предостаточно. А я что-то не понял, рефери открыл счет или нет? Открыл, абсолютно верно. Ну что ж, Равшанбек у Мурзаков. Он умеет бить по печени. Чуть-чуть больше минуты остается еще в этом раунде. Есть время у Равшанбека. Снова удар по туловищу. Откровенно клинчует здесь. Карера. Я не думаю, что полетит прямо добивать Равшанбеку, будет выцеливать. Нет, времени предостаточно. Он будет выцеливать именно этот момент. У Мурзаков сейчас будет разыгрывать этот момент. Снова удар в туловище. Видно, что больно, очень больно. Здесь Эстейнеру. Стоп! Макс! Все, перестал встречать практически Кореа у Мурзакова. Дает тому подходить. Ох, опять плотный удар по туловищу. Еще. И тут даже еще один засаживает. Смотрите, серия и в ответе пытается взрываться до Федесуэля. Отключается не по корпусу Кореа. Реваншист. Реваншист. Решил побить у Мурзакова его же оружие. Долгие! Рей! Рей! Кландарейки! 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 Концовка четвертого раунда. Хорошо. Стоп! Ждем пятый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пятый раунд, к середине подходит поединок Активизировался Снеркер Корея Пропустил он по корпусу в предыдущем раунде Был ему отсчетан нокдаун Плюс еще не забываем, что сняли за удержание Постоянно систематическое с Корея один балл И прошлый раунд был для Корея разгромным Пошел он вперед, кстати, пытается он обострить Но понял, что терять нечего Размашистый для Бекки и бьющий Но есть шансы у Равшанбека подловить его навстречу Если очень захотеть на выходе из клинча Попадает Корея, кстати Очень неплохо, кстати, он в начале пятого раунда действует Сумбурно, но удары достигают цели Хороший апперкот от Умурзакова Справа по корпусу отвечает Корея Взял Умурзаков паузу Пытается подойти поближе Решил его встретить Корея И снова начал венесуэлиц клинчевать Совершенно осознанно Но у него есть уже минус балл И рефери внимательно Ох, какое попадание опасно здесь И это нокдаун Тяжелый нокдаун Может ли прийти в себя Равшанбек? По корпусу пришел? Нет, удар был в голову Удар был левым крюком И точно пришелся в подбородок Равшанбеку Ну что, шанс ли Корея? Пошел шанс Времени еще очень много у венесуэлица Теперь уже Равшанбеку Мурзаков клинчует Стоп! Заметьте, как ежесекундно поменялась ситуация А ноги-то не твердые у Равшанбека Да, вон очень сложная ситуация Убивать надо у Мурзакову клинчевать Других вариантов для Корея Это шанс поменять ход боя Да Опасный, опасный Что продолжает атаковать здесь Не стоять перед венесуэльцем Ноги или клинч Нужно отбегаться этот раунд у Мурзаков Собас пропускает еще один удар у Мурзаков Поджат тут Куглу Равшанбек Держит он эти удары, держит Там попадает Корея Пришел ли в себя здесь Равшанбек? Нет, судя по всему Есть еще время Но время, время как бы Потихонечку начинает, мне кажется Приходить в себя все-таки у Мурзаков Двигаться, двигаться, двигаться Приследует здесь по ригу Корея О, и еще Что, будут еще нокдаун считать эти? Нет, или да? Нет, не будут Но время работает на у Мурзакова Я думаю, должен достоять Если не сделать глупость Выпускает удар Клинчевать все правильно Тяжелейший, тяжелейший раунд у Мурзакова Да И кто мог ожидать После предыдущего разгромного раунда для венесуэльца? Что вот так вот ответит Концовка, смотрите, буквально бегом бежит за своим соперником здесь Венесуэлец Спасается у Мурзаков Вопрос Номер один Как восстановиться у Мурзаков? Да, успеет ли восстановиться в Амшанбе? Да, и смотрим на повтор И сейчас, я думаю, конечно же, видеорежиссеры покажут тот удар Все четко Раунд забыли? Раунд забыли Раунд все, давай Нет, новый раунд 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 В какой-то степени момент истины, как говорит мой коллега, для Аршанбека. 1-1 по нокдаунам, да, и смотрите, сразу встречается венесуэлиц. А он прекрасно понимает, что... Это для него огромный шанс. И сейчас вопрос, как восстановился все-таки Аршанбеку Мурзаков. Ну, и ему нужно проявить характер. Коррек, кстати, взял паузу. Он не пытается там закидать ударами у Мурзакова. Тоже берет паузу. Вы видели, как вот этим апперкотом слева подцепил все-таки своего соперника здесь Каррел. Не раз пытается сделать это еще раз. И Мурзаков клинчует. Отлично встречает здесь у Мурзаков. Стоп, стоп, стоп. Хорошо пробивает по туловище Равшанбек. Складывает такое впечатление, что он немножко подпришел в себя. Ох, и снова пропускает. Вот этот удар не видит Равшанбек. Такой узкий, очень короткий крючок. Попадает с передней руки здесь Каррел и попадает его. Да, в поединке у рефер Романа Петрова очень много количества работы. Взял паузу, а сникер выманивает на себя. Ловит, ловит он этим же крюком. Ну, мне все-таки кажется, что подпришел в себя. Подпришел в себя, да. Видно, что так дал быстрее реагировать на встречные удары своего соперника. Но еще ничего не ясно в этом поединке. Сможет ли Карре, так сказать, капитализировать свое преимущество, которое у него было в предыдущем раунде. Но, судя по всему, он так мысль попытаться допить сразу с наскоку. Он отбросил уже. Будет момент, я думаю, он ударит, конечно же. Стоп, стоп! Стоп! Смотрите, с дальней руки так начинает хлестать опять снова венесуэльский боксер. Работать нужно Мурзакову. Да. Ну, по крайней мере, этот раунд пришел в себя у Мурзаков. И для него это уже хорошо. Это уже кое-что, да. И, я думаю, так начинают практически как будто с нуля. По одному нокдауну есть, но раунд был очень тяжелый у Мурзаков. Сейчас не увидел у Мурзаков эти удары. Пропустил сначала в район груди, а потом в голову. Стоп, стоп! Идите, не защитно! Привет к Леноксу Льюису. Сейчас попытался передать Снекер Корея в бою у Льюиса и Гранта. Тот тоже продержал соперника и бил оператор. Не надо стоять перед соперником, на мой взгляд, у Мурзаков. Ну, пришел в себя. Сложный раунд, но его пережил Равшан Беш. Да, и это шанс для него выровнять снова поединок и снова взять его под контроль. Согласен. Продолжение следует... Седьмой раунд. Снова отвечает. Чаще стал атаковать с дальней руки Венесуэлис. Поверил он в свои удары. Снова. Стоп, стоп! Бас! Вот опять вот эта длинность, дистанция, апперкот кидает. И Шаран Беку нужно быть очень внимательным здесь, конечно. То есть попытаться просто максимально быстро сократить дистанцию, не успеть нарваться на удар и работать. Но он не пускает тут так же оба с вами. Опять слава попадает Харея. Понимает. Он нащупал свою дистанцию. Он прекрасно понимает, что... И снова попадает два удара здесь Венесуэлис. Опасно он бьет. Углы ударов очень такие нестандартные. Хлёстко, как смотрите, бросает. Венесуэлис и не видит этих ударов у Мурзака. Пропускает их он, потому что просто не видит. Он не понимает те углы, под которыми летят эти удары. Напряжение очень высокое в ринге. Пошел Равшан Бек вперед. Ему надо что-то делать. И наполучал. Замедлили, конечно, те пропущенные удары очень сильно Равшан Бека. А быката у Мурзакова по туловищу была. Да, у Мурзакова нужна средняя-ближняя. Средняя-ближняя. Он не дает это делать. Здесь ему это его соперник. Хотя помнишь... Эснекер Каррера держит его на дистанции. Помнишь, по-моему, в четвертом или третьем раунде... Хорошо, у Мурзакова. Не удалось у Мурзакова прорываться на эту дистанцию. Да, да. Надо подкроется потихонечку. Ох, и опять этот апперкот. Опа! Нокдаун. Нет, что? Да. А времени еще? И отказывается. И отказывается. Отказывается угол от продолжения боя. И это победа. Вот такая сенсация, друзья. Эснекер Каррера одерживает победу в этом напряженном поединке. Можно понять радость венесуэльца. Бой он проигрывал до нокдауна. Плюс снятый баллон. Вот так вот. Ну, я думаю, его еще позовут в Екатеринбург. У нас боксеров много. Ну что ж, а мы ждем официального объявления победителя. И, в принципе, можем, наверное, даже с ним попрощаться. Браво! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Александр Камельков и наш специальный комментатор Марк Урванов. До свидания, до новых встреч.